Итак, итоги. На ютубчик тоже, наверное, выложу, друзья. В первую очередь сразу же хочется сказать спасибо Нюку за организацию такого балдежнейшего ивента. Это было супер круто. Шикарнейшая карта, офигенные итемы взаимодействия между игроками, между стримерами, между самим Нюком, всякие лутбоксики, покупки, продажи, войны в пирамидах и так далее, и так далее. В первую очередь, конечно же, спасибо Нюку за этот замечательный ивент. И вам, дорогие друзья, что смотрели, что поддерживали колесиками, что помогали модерировать. То есть незаметному и Скайфокс они у нас очень много помогали. Ну и огромное спасибо за все донаты, которые были за это время. Мы собрали достаточно много колес. Были и прикольные, и ломающие весь инвентарь, и куда-то настолкающие, и интересные спецроллы, и все-все-все. Вообще было очень-очень-очень круто. Результаты ивента таковы. Победителем вышла Мисс Джуди. Она сегодня прошла на финальной клетке игру Баки Охары. Из списка Hardcore. Она сегодня утром ее добила после долгого ночного стрима, и, соответственно, она является победителем. Все, кто добрались до финальной клетки, являются как бы тоже победителями, только, ну, типа, занимают топ-2 места, топ-2 и топ-3 одновременно. И все приглашены на следующий летний ивент, так что летом ждите, кому понравилось. Ждите продолжения говнючих ретро-игр. Вот. Ивент будет полностью доработан. Ну, может, не полностью, всегда могут быть недочеты, но с каждым разом, понятное дело, будет дорабатываться все лучше и лучше. План Нюка, насколько я понимаю, плюс-минус такой, что не должно быть такого столпотворения на финальной клетке. А если кто-то вообще дошел до финальной клетки, это уже успех. Вот. Так что, я так понимаю, имбовые предметы, которые толкают игроков на 60, на 100, на 150 клеток вперед, будут наверняка понерфлены. Батлпассы и торговля будут переработаны, потому что все это было... Все это тоже во всем этом были определенные недочеты, особенно торговля за одну монетку, там вот это вот все. Жесть там синих маслин под конец прилетела. А че она такая жесткая? Всем по 5, минус 5 синяя маслина. Че он делает вообще? Если... А, стример, который является лидером, получает минус 5 очков. Ха, понятно теперь. Забавно, что ее наролили под конец. Твое событие. Это уже не надо делать, но оно произошло, да. Маслина. Джуди. Сидим на финальной клетке с минус 15, да. Кайф. А, вот. Свой результат напомнить в плане. Мой результат. Как мы дошли. Варана кикнулись. Варан, к сожалению, чуть-чуть не дошел. Джуди уже закончила ивент, поэтому Варан уже не может двигаться по карте. Он проходил косталвань. Но у Варана особая ситуация. Он... Он весь ивент проходил метроиды. Еще и косталвань сверху. Ну, кстати, он в сумме 15 игр прошел. Это не так мало, с учетом того, что он проходил метроиды и косталваньи, которые обычно по 8, 10, 15, 20 часов, да. Он 4 кубика кидал на ходы. Вот. Такие дела. Да, мой результат. Соответственно, я тоже добрался до финальной клетки. Поэтому все, кто здесь оказался, все идут на летний ивент. Надеемся на вашу поддержку. И... Да, что вы придете. Гид больше всех расстроен, что не смог нормально постримить РГГ из-за ремонта и РЛ-дела. Ну, бывает. Да, бывает. Он так в последний момент согласился. Я так понимаю, у него освободилось время. Так что да, да. Ну, зато он весело по... Ну, типа, от гида балдежные мемы получились. Как он уничтожал инвентарь сноубоя. Сноубоя ровно в тот момент, когда у сноубоя был инвентарь, и гид подрубал стрим ради этого на 5 минут, чтобы использовать предмет. А еще я очень фаново затолкнул гида в танки, надеюсь... Ну, в танковую зону, надеюсь, ему понравилась игра, которая там была. Вот. Давайте что посмотрим? Посмотрим статистику, а потом вспомним самые запоминающиеся, наверное, моменты для меня на карте. Так, статистики у нас нету. Надо статистику искать на сайте RGGLand. Джем нет, не дошли... А, Джем тоже дошла. У Джем там миллионные ходы были. Джем... Джем, наверное... Джем, наверное, вообще рекордсм... А, нет, подожди, у нее 17 ходов. Кто, интересно, рекордсмен... 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 По клетке за маленькое количество ходов. Она же далеко была. Да у нее там... У нее там мувы. Да 20 маска пепы, да 19 через читерские разгоны. И так далее. Она каждый ход ходила помного. У Джем там нормальные такие мувы были. Давайте смотреть. Статистика. Кто из дошедших сыграл меньше всего игр? И Дмить получается. Я-то думал, Джем как раз таки. А у нее, между прочим, 15 игр, да? У Пиздарьи 13 игр. У Коти 14 игр. И за это... И у Братхая 13. И за это маленькое количество игр они добрались до финальной клетки. Жестко. Ну, в УМОН 11, да, но она и до финала не дошла. Вот. В УМОН не на финальной клетке. Я к тому, что... Вот это реальный рекорд. За 12 клеток пройти 350. За 12 ходов пройти 350 клеток на карте. Дропнутые игры. Тостер 2. Сноубой 2. Хотел сказать. Шляпник. И в УМОН 2. Ну, у Тостеру пришлось дропать игру, которую Нюк выкинул из ивента. Он убрал этот говнючий Марио. Вот. Да, у Коти скорее... У Хелл Коти скорее всего в этом ивенте рекорд по самому длинному ходу. У нее было почти 150 клеток за 1 ход. У Братхая, по-моему, очень много тоже ходов было. Потому что он... Перед своим попаданием на эту клетку он стоял примерно здесь. Большинство, конечно же, попадали на финальную клетку отсюда. Потому что надо четко рассчитать, сколько клеток тебе нужно походить, да, чтобы сделать этот финальный ход. Да. Больше всего игр сыграно. Тут Тостер настоящий... Я считаю, что Тостер вообще главный рекордсмен... Рекордсмен? Да как правильно? Рекорд гивер. Короче, это... Главные рекорды ставил на этом. Он очень много стримил. Реквий, конечно, в данной ситуации не... Ну, не этот... Не побит. Он настримил 184 часа. Но он прям вообще ночью стримил там по 14, по 15. По 14, по 15. То есть он просто стримил, спал, стримил. Стримил, спал, стримил. Это, конечно, было жестко в этом плане. Догнать его было тяжело. Он быстро вырвался вперед. Вот, догонять его было тяжело просто из-за количества настримленных часов. У всех остальных в целом плюс-минус почти одинаковое, да? 150. 160. 150 у меня. Но у меня не все в РГГ было вложено. У меня в РГГ было поменьше часов за то, что там бэкпайки были. Ханкайчик сюжетец, да? На 10 часов и так далее. Вот. Но Тостер вообще очень крут. 28 пройденных игр. Всего лишь 17 реролов. То есть если посмотреть на Рекви, который настримил 184 часа, он очень много реролил, видимо, чтобы более там короткие игры находить, простые. Но реролов было много. Нам постоянно падали рерольные дожди, поэтому реролить было их несложно. У меня реролов... Где? У меня реролов получилось 26, но я в конце реролил много, потому что хотел для вас интересные игры выролить. То есть мы там скипнули Дараэмона, мы там не стали ломать глаза в лабиринте, да? Можно было поменьше их сделать, но здесь, да. Тостер очень жесткий, 28 игр с 17 реролами всего лишь. И то он дошел не так уж быстро до замка тоже. Мы там в предпоследние дни его заталкивали туда. Вот, мои результаты таковы. 25 игр. Это, получается, второе место по количеству игр после тостера. Это очень-очень здорово. Я считаю, настримлено около 120 часов, если не учитывать. Время, проведенное в Ханкае немножко в бэкпаках. Там такой еще день этот был, когда мы в бэкпаке пошли играть. День скалолаза, когда отстающим надо было не стримить, стоять, не проходить, а играющим, в основном, наоборот, надо было этим лидерам. Ну, нам хотелось бы, чтобы лидеры постримили, они тогда тоже не сидели. Вот. Кубики. Самое... Ну, здесь ничего интересного, кроме жем. Средний кубик у жем 6,92. При том, что при ходе по карте мы кидаем до 6 кубик. Да? При прохождении одной игры, кое-как у нее было пройдено, 15. Мы кидаем до 6 кубик, и у нее средний кубик равен 6,92. Это просто жесть. У нее там был предмет маска пепы, которая дает выкинуть до 20. Вот. Которую дает выкинуть до 20 кубик. И... Соответственно... Она его еще подзаряжала пауэрбанками, и в итоге она себе наролила такой вот веселый кубик. Очень прикольно получилось. Нужно выдать тостеру лабиринт. Он обещал, если он выпадет, начать играть в Ханкай. В смысле? А, то, что я бы тоже пошел в Ханкай играть, если лабиринт выпадет. Я помню эту фразу. Количество зрителей в среднем 3,75. Это тоже не самый правильный показатель, потому что сюда включены и бэкпаки на 800 зрилов, и Ханкай на 800 зрилов. То есть, на самом деле, у меня средний был где-то 300, но в целом... Хороший, хороший онлайн был на RGG Land. Уверен, были новые фолловеры... Кому я... Блин, а что у меня с мышкой... А, здорово. У меня сдохло, что ли? А? Батарейка, кажется, помирает. Вот. Были наверняка новые фолловеры от других стримеров, что, конечно же, приятно. Надеюсь, и вы для себя тоже на RGG Land нашли новых стримеров, которых будете смотреть, на кого-то зафолловились вот после всех этих прикольных стримчиков, интеракций, видосиков, клипчиков, мемчиков в RGG Telego и так далее. Напоминаю, обязательно заходите в RGG Telego. Здесь есть ссылка на сайте RGG Land, чтобы не пропустить новые анонсы, чтобы помочь с... Чтобы помочь, конечно же, с каким-то фидбэком, если у вас есть, и так далее. Я тебя нашел на этом RGG Land, буду за тобой следить. Да, конечно. Можете, кстати, какие-нибудь клипчики сейчас покидать, ребят, если у вас есть какие-то суперфановые клипы, которые мы еще не смотрели. Не только из телеги, но, может быть, вы что-то делали. Ну, там, в телегу я почти всю просматривал, но если делали какие-то клипы, которых не было в ретро-вике, можете тоже что-нибудь прикольного покидать. По поводу дня Скалолаза, разве не выгодно отстающим дропнуть парочку игр? Невыгодно, потому что лидеры сидели в бункерах. И еще один момент. Я думаю, что Скалолаза... Ну, он в любом случае будет перерабатываться, недоработанный чуть-чуть как глобальный ивент был. Вот. Там надо было сделать так, чтобы дроп отталкивал вперед на два, ну, то есть впереди стоящих. А прохождение... Потому что у нас было всего семь... Восемь дропов игр за ивент. Да, восемь, вот она, статистика. А прохождение толкало вперед только на один. Вот это вот было бы забавно. Пусси или дроп... Мой звездный час. Пусси или дроп... Когда? Или ты про Марио, что ли? Сейчас я... Что-то у Брикмана какой-то... Уровень уже? А, ну классика, классика. Классика. Блин, вот это геймплей. Вот это геймплей. Ну, раз все спрашивают, я бы тоже так сделал, в принципе. Пробенно, она после дорогого... А, тот клип, где я... Где у меня... Я строго дропнул в стрим. Кажется, я понимаю, почему он в Ханкае сидел. Я бы даже в Ханкае сидел. Ну нахер. Кажется, я понимаю, почему... Что за игра? Только что Doom был усложненный, очень сильный. Мы в него тоже сейчас пойдем играть. Вот, что еще по статистике зрителей в среднем часов на одну пройденную игру. Здесь тоже тостер топ-1, вместе одновременно с Брикманом и Шляпником, который, однако, ушел из ивента предпоследние дни. То есть он дропнул. Вот, по 5 часов второе место получается у Джуди и у меня по 6 часов. Но у меня были относительно такие долгие. Я несколько игр по 10 плюс часов сидел. Опять же, Ассасин, Оверлорд, Амнезия, там... То есть вот эти стимовские игры. Статистика. Клад. Не знаю, какой. С какой... С какой буквой и с английской... А, давайте посмотрим. Какой из кладов людям выпадал чаще всего? Три обхода. Просто кладов несколько. Есть клад с английской буквой D. Тут два обхода. Есть клад с английской буквой K. Тут четыре обхода. Да. Мне выпадали, наверное, все виды кладов. И вот этот был одним из первых как раз. Вот этот был одним из первых. Что это за вопросы, я понятия не имею. Волшебную шляпу я не нашел ни одну. А их тоже много, как и кладов. Обучение для солбаков. Не знаю, что за ивент. Самая крутая волшебная шляпа. Не знаю, что за ивент. Крыстоносец мне вроде бы не падал. Мега-гремлин мне вроде бы не падал. Мы его покупали или где-то находили. А, нет, может один и падал. Не помню. Нотный стан один раз мне выпал. Плюс игра один раз тоже вроде бы была, когда ты стоишь на месте и проходишь еще одну сверху. Или мне топ-хот падал. И крысиный король без понятия, что это такое. Топ-10 колес. Лучший грашки выпал на РГГ. Мы еще пройдемся по всем играм подряд. Давайте посмотрим, еще пару клипчиков закидали. А, вот это офигенный. Я его вот остро видел. Бриквен вообще поехал с думом, видимо, когда я его стримил. А, что это? Сейчас колесо накажет, если... Если колесо за Марио, он нас накажет. Тостер же, там прикол в том, что он скипал Марио все ивенты. А, вместо Марио спецрона червяка Джим. Ой. Пойдуется играй серии Гостон Гоблин. Не червяка Джима. Почему Гостон Гоблин? Да, это забавный и пункт. Нет, погодите, почему Гостон Гоблин? Тупо ловушка от Нюка. Это ловушка? Нет! Что там еще? Иди просто, я не знаю, в пень куда-нибудь со своим спектрумом засунь его. У вас что? Нюк, у тебя там в колесе, кроме спектрума, вообще ничего нет, что? Ну, а Тостер еще не обещал поменять аватарку на Джонатан Спектрум? Нет? А то я помню эту картинку красиво. Изменение позиций ходов по карте. Странно, а почему Тостер только в конце? Там же все должны быть. А, я тоже на 372-ю двинулся. Почему Тостер типа на 250-е? Это от количества игр? А-а-а! С каким количеством игр ты двинулся на какую клетку? Я понял. Я понял. На 20-ти дошли, до 372-ой получается. Сноубой. Реквина. Вот здесь где-то, да? Ага, на 24-й. План-план. Ну и да, у Тостера больше всего игр, это понятно. Платформы. Забавная статистика на ретро-гейм-гаунтлете. Ну или, наверное, все же больше рэндом-гейм-гаунтлет. Да? Стим был на первом месте. Ну тут в том числе, скорее всего, спецроллы. Игры из Xbox, Game Pass, да, и вот это вот все. То есть, ну, Стима много, и причем не только, но совсем прям какие-то старые игры. Там и новые есть. Нюк там сегодня картинку скидывал. Там, по-моему, есть резик седьмой. Просто потому, что резики это классика, и, видимо, они туда были засунуты, потому что резики это круто. Вот. Там ремейк четвертого резика есть. Да, картиночка, да, Джонатан Спектрум. Да. На втором месте NES. Ну, NES одна из любимых, конечно, наверное, платформ для многих. Плюс был NES день. Специальный. Да? Плюс вот здесь клетка довольно частая была. Люди часто вот сюда попадали. А здесь ролились игры Nintendo. То есть, много кто стоял в 253-й клетке за счет 229-й. Вот. Поэтому, да. Резик есть в спецролле с зомби. Вот. Поэтому NES, наверное, ничего удивительного. Доса довольно много. Я тоже там и досы выбирал где-то. И этот. Сам Дэ. Сега. Сега хорошие. Хорошие игры в основном. Геймбойчик. Адванс. Я не помню, насколько хорош адванс. По мне все геймбои хороши. Особенно Color, по-моему, годный. ГБА, по-моему, неплохой. То есть, там обычно проходимые игры более-менее. Ну, по моему опыту, сколько вот я ролил геймбои, мне всегда казалось, что геймбой, конечно, хорош. Весь, все 15 игр спектрума прошел, конечно же, тостер. В скобочках шутка. С NES-а 18, PS1 неплохо. PS2, как оказалось, там очень хороший эмулятор, в котором даже мышку можно использовать. И это прям реально круто. Вместо стика. Не только проходимые, но и простые. Ну вот да, я говорю, именно на геймбоях. Как будто, видимо, геймбой делался как платформа для игр, которые люди смогут пройти. Таких, знаете, человеческих игр. Нормальных. Так, чиничками встаем. Братхайчик. Таичками встаем. На, нахуй, ну я изи заблочек, вышли на батаре тоже я. Блять, что я опять нихуя не понимаю. Сейчас я пацанами перестала получаться почему-то. Упишите спортивные игры. Пизду. Я доигрался. Ох, уж эти спортивные игры, черному тестеру. О, это крутая, кстати, мини-игра была. Мини-игры, кстати, тоже офигенные. Картофель фря. Что? В чем фря? Мини-игры офигенные некоторые были, какие-то вот эти вот. Это доска качели. Или конверт. Или компьютерная клавиатура. Ну пойми же меня, они не знают. Да нет. Мини-игры офигенные. Мини-игры офигенные. Это ТОТРК. КАКТОРЖЕНЬ. Да, это поиск. Мини-игры офигенные. Хорошо, хорошо. ТОТРК. 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 ДИАЛОГИ ОЛИГАШНИКОВ. Блин, этот разговор очень похож на диалоги РГГ эшеров. Когда мы в пирамиде сидели. Все кончено, я уничтожу твой инвентарь. Ничего не кончено, сейчас придет вон и втащит тебе. Я ты вернусь сюда и сиди со мной в пирамиде как мужчина. Нет. Блин, ей попался в Кинг Детал Тейловский. Я обожаю. Отмычка. Ну, вы подели, короче. То есть, если будешь в следующий раз играть РГГ, он будет ждать тебя Кайза Марио. Угу. А ты его это из машины достанешь? Из игры фас из роллов от стима. Так, что тут дальше? Ну, 3DO PC. PC PC это вообще, что за ролл такой. Тебе это... Ну, ладно. PSP 5 игр. Ну, PSP вроде неплохие относительно. Что-то только файтингов дофига, всяких бличей. Подкинутый Волкин был. Эээ... GBC, как я уже сказал, Game Boy Color. Turbo Graphics не помню. Не выпадал мне. V... Вроде не так же плохо казался. У нас на V был... А, у нас на V как раз был файтинг. Блич. Угу. GC, DC, GG. Меньше всего получается Amiga. При том, что я прошел две игры на Amiga. Это что, все моя Amiga, что ли? Нет, я прошел одну, по-моему. Вторую я, по-моему... А, я все-таки взял ролл DOS. А вы мне сказали, DOS лучше, чем Amiga. Бери DOS. Все это, типа, хаки всякие. Типа, Дума. А, ну, может быть. Может быть. Dendy, 3DS. 3DS низковато, по-моему, неплохая платформа, если я правильно понял. Комодоров почти ни у кого не было. MSX почти ни у кого не было. Вот. Так. Ну, это вот по общей статистике. Сейчас еще по моей пройдемся. Ага, ага. Привет. Ты меня испугала. Привет. Кто я? Что, кто я? Катюха. А, ну, пока. Может быть, он думал, что Джо. Ага, ага. Это Джо Димова. Ты меня испугала. Привет. Что я? Мммм... Катюха. Ага. 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 Джо Димова. Я знаю. Я просто специально так сказал. Хе-хе-хе-хе-хе. Ага. Может быть, он думал, что Джо Дима зовут Катюха. Ну, кто его знает. Видимо, он спец... Это спец... Это же Братхай. Никто никогда в этой вселенной не поймет логику и, я не знаю, поток мыслей Братхая. Это невозможно. Поэтому, может быть, он и правда имел в виду Джуди. Возможно. Возможно. Тут надо бы еще первый клип обознался кинуть. Да, первый я, кстати, наверное, не видел. Окей, вот такой вот ErgoGeland. Я считаю, что показали мы отличные результаты. Хорошее количество пройденных игр. Вот, хорошее количество настримленных всяких часиков. Хорошее количество зрителей, колес открученных по вашей поддержке. Это вообще не без этого. Очень-очень здорово. Спасибо большущим. Надеюсь, на Ютубе тоже останется... Ну, я все там выкладываю по чуть-чуть. Надеюсь, на Ютубе тоже понравятся наши ретро-игры. Там некоторые вроде смотрят. Не очень много просмотров. Не так много, конечно, как на Твиче, но как история прикольная. Значит, что у меня... Как у меня вообще прошел ивент? Да, давайте по карте пройдемся, посмотрим. Еще кто-то может... Может, он назвал ее MC Джуди, а не MS Джуди. Поэтому не хочется его смотреть, я пойму. Так. Собственно, из запоминающихся каких-то моментов, да, что было, что у нас было, что у нас было. Начал... Самое прикольное... А, начало. Я начал не с первой клетки. Я как только начал, я сразу встал где-то здесь, потому что меня там Джуди веревкой толкнуло и сразу ушел в этот обход. Просто вот тут вот. Я такой... О! Начало RGG Лэнда с обхода начинает. С кайфово хотя бы монетки пособираю. Ну, в целом, тут были такие передвижения, все как-то, мне кажется, относительно быстро отсюда вышли. Мы так что-то пробежали, здесь пробежали, пробежали. Покрутились в солнечном обходике, по-моему, то ли один раз, то ли два, ну, по-моему, один всего лишь. Зато закинули сюда сноубоя и, по-моему, шляпника. Я так это уже начал потихонечку стрелять вот где-то в этой... в этом... в этом месте. В крабовый обход никого практически не кидал. Никого практически я там не видел. Ну, там кто-то ходил, но я там... я в этом обходе не участвовал, потому что мне... я довольно быстро перелетел отсюда, ушел... прошел одну игру на вот этой, вроде бы, клетке спектрума. Отвратительнейшей, где тостер бесконечно сидел в этих... в этом спектрум аду. И началась пирамида, просто... Я Челова шел вот тут, меня за жопу потрогала в умон, она толкнула меня в пирамиду, потом толкнула Жем в пирамиду, потом сама ушла в пирамиду. И вот здесь началась... началась... началась RGG Land Beach Military Edition. Поскольку у нас в батлпассе было слишком много пушек, и их реально надо было тратить хоть куда-то, чтобы было весело, мы начали толкать всех, кто проходит мимо в эту... в эту пирамиду. Сюда, сюда, особенно вот сюда, тут вообще пошло просто самая настоящая бойня. Вот, это было... это было кайфово, это было очень кайфово, пушек реально было слишком много, поэтому я старался пользоваться этой штукой. Да, меня многие запомнили как ужасного человека, который пытается помешать людям, особенно лидерам, там, проходить игру, и вот это все, но это настолка. Я в настолке играю всегда на победку. Вот, на это меня я... из-за этого Яна на меня злится, когда мы играем в настолке, иногда я ей мешаю. Что-нибудь там, какой-нибудь ход сделать хороший. Ян токсик. Да не токсик я, я люблю настолки, мне нравится продумывать ходы, мне нравится придумывать, какие предметы, где поюзать, да, там, в каких-нибудь Манчкинах, да, там, и вот это вот все. Вот, поэтому здесь началась бойня, и я решил, что я буду шмалять тогда, когда можно толкать кого-то куда-то. В Диснейленде довольно много покрутились, хорошие здесь были игры. Я когда уже стоял вот здесь вот, вот тут уже стоял, я вот отсюда еще успевал, успел, по-моему, Гитмана в пирамиду закинуть, потому что все должны побывать были в пирамиде. Чуть-чуть только Эдмитя не тронул. Эдмитя вот здесь вот был, он мог попасть в пирамиду, ну, ладно уже. А так, в целом, постреляли, пошмаляли, кайфово здесь. Весь вот этот мир был пройден скалолазанием, то есть здесь мало кто оставался надолго. Хотя до этого тостер здесь посидел, плюс-минус чуть-чуть, жем мы помешали золотым ключиком пройти тут, это было некрасиво, да, это было ужасно, но чтобы, но мы, по крайней мере, не закинули ее сюда, и она могла попробовать кинуть кубик. Она, наверное, кинула кубик и не смогла вырылить шесть, но все было честно. Могли сделать еще больше подлянки, она, типа, стояла вот здесь, мы ее вот сюда вот выкинули, а могли выкинуть сюда, и она бы тогда уже обратно в этот сониковый обход не ушла. А вот сноубой очень повезло, он как раз прошел ночью в этот обход, и его затолкали жесткими скалолазами, типа он скалолазами потом продвинулся очень далеко и вперед, и сильно. Мне не повезло, здесь я вскрыл две отмычки, на... сломал две отмычки, кинув кинув два орла, перед этим кинув, по-моему, восемь орлов, где-то у нас там была игра, где мы каждый раз кидали орла, и всем закинули плюс очко. Семь орлов подряд, да, а потом еще два на этой двери. И я такой, типа, был уверен, ну когда-нибудь крысу были выпадет. Когда-нибудь выпадет гребаная решка, нихера, и мы пошли дальше по этим трубам гулять, там, вот это вот все. Вот. Видел это, сейчас посмотрим, давайте, что там еще первый в ТГ был, это, видимо, обознался этого. Братфайдер. Давай нажимай шоколадку купить. Небольшое этот, лирическое отступление, да? И мне должен риквест прикидать. Ты точно на мою шоколадку нажал? Ну, ты же Джуди, блин, в дурции Джуди. Стоп! Все, теперь тебе стыдно должно быть. Че происходит, блядь? Меня зовут Катюха. В умон. Хорошо, это видео, база десятилетней давности, что там? Нюк. О, так вот. Там осуждалок нету, а то мало ли десятилетняя давность, Пипега. Жесть. Нюк 10 лет назад проходил Тинтино. 10 лет назад. Это, кстати, гудгейм, этот вещь. Вон там варан в чате сидит. На Твиче. Давай посмотрим, пока это. Скажите, нет, там ничего страшного. Максимальное напряжение Ляброд Хай. Щек, горда, ты пришли. Ахахахахахахах. Я не могу так долго погрузить, внимание, пацаны. Все, давайте в другой раз. Там, даже, Мата, не атаке. Главное, я в прошлый раз, в прошлый раз сюда забегал. Здесь было пусто, то есть, короче, игра заключается в том, что тебе дается на уровне очень мало времени и ты такой начинаешь бегать туда-сюда, забежал сюда, здесь пусто, ааа, твою мать, и тут кончается время, у тебя жизнь тратится, забежал сюда, здесь пусто, ааа, твою мать, снова кончается время, снова у тебя тратится жизнь. Потом ты находишь наконец нужное место назначения, но тут оказывается, что это место назначения, тебе там нужно всего лишь найти теперь капитана, и ты такой бежишь назад, туда, где сидел капитан, но конечно же там больше капитана нет, и у тебя опять, ааа, кончается время, короче, и жизни кончаются, все начинается сначала. это на самом деле в основном только в первых письмо из гонконга то что что козел не взял то сразу партии какого хрена я бегаю за тобой трачу время на уровне придурок да да но это только в первых в основном ну и вот когда в тибет прилетаешь ну да это первые там три-четыре уровня окей лично ошибка вероятность их думаю что если те выпало 8 роллов подряд то в девятый раз шанс на решку выше хотя на самом деле все те же 50 на 50 но я понимаю консер понимаю ну что вы делаешь так что он дальше было значит здесь пострелялись чуть потолкались прошу пролетели скалолазами здесь я кого-то закинул а гидмана закинул в танковый обход надеюсь вам понравилось здесь чуть-чуть по-моему ветали немножко по монеткам закидал не такой страшный обход здесь дальше в черный рядовольно много кто обходил вот эти ужасные страшные клетки тут мне выпал первый воздушный змей которого я мне пришлось поюзать и я поддержал у нюка в в этом супер дисбалансная камера хранения конечно была мне он закинул например за 12 монет змея я его забрал через час потому что знал что если встану здесь меня лидеры вытолкнуть сюда ну я стал здесь у меня лидеры все равно вытолкнули сюда потому что у всех было миллион пушек вот еще потому что мы рекви не дали короче в какой-то момент походить вот с этой клетки вот сюда пройдя одну игру потому что ему там выпала штука которую ускоряет за каждую пройденную клетку на стрелочках что там такое там миллион очков дает или что такое вот они обиделись вытолкнули меня вот сюда вот вот дальше чет подвигались подвигались здесь особо никто почти уже не стрелялся потому что уже лидеры подходили вот сюда ну и пока мы где-то здесь терлись одной ночью просто три лидера запрыгнули сюда и все охреневали а как типа нужно же точно зайти одним ходом там офигеть как это так вот и честно говоря я был уверен что ветль которому выпал doom пройдет его за ну я вообще думал за один день ну я недооценил наверное хардкорный doom в итоге да он посидел на нем подольше и да и в итоге джуди когда уже дошла до сюда через несколько дней вырылил игру попроще завершила ивента раньше всех вот соответственно да да так что мой прогноз свет ли мне-то не 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 оправдался это не играл в думы ну блин все равно там в думе не так-то много всего хочешь находишь секрет находишь пушки стреляешь проходишь дальше тогда брикман еще мог вытащить другой doom потому что он в них играл видимо да знает по ним и так далее вот и все дальше уже потихоньку абсолютное безумие этот rgg land запомнится именно как rgg land в котором 13 участников смогли запрыгнуть финальную клетку в которую по-хорошему никто так просто запрыгивать не должен все должны пытаться проходить по этим белым клеткам случайно не попасть в серую разрывная должна не прилететь чтобы ты не откатился в безумно длинный комодоровый обход который тоже проходить неудобно и ужасно типа это вообще жесть что столько игроков смогли сюда попасть до бумеранги стостером когда мы уже стояли здесь и было понятно что лидеров уже четыре и джуди уже под подходила к этому финалу то есть почти было лидеров 5 тостер придумал этот безумный план там клух по моему подсказал где он взял и забрал весь свой battle pass который он не забирал на протяжении 80 сотни уровней и мы просто устроили безумную перестрелку бумерангами толкали друг друга вот так вот так вот так и дошли до этой важнейшей 326 клетки с которой уже можно одним ходом попробовать добраться до сюда до победа сценарием вообще просто реальный сценарий что все дошли произошли какие-то и перестрелки и прикольные какие-то мувы гигачадные воровство крысами но много предметов потеряла свою суть конечно в этом в этой в эрголэнде которые явно будут под фикшены к следующему разу пушки у пушек пушек однозначно была потеряна суть из-за их огромного количества это первое второе крысы были бесполезны потому что все были добрыми и все торговались между собой за одну монетку вот или покупали что-то у нюка тоже за относительно не такую же дорогую цену спец роллы и дропы механика дропа отхода назад и спец роллов дропы из-за того что было слишком много реролов и было слишком много реролов и у всех их всегда можно было купить у варана и поэтому никто не дропал все спокойно передвигались вперед до концовка вы реально разозлили нюка в следующем виде никто в замок не придет да и будет прикольно я говорю я в целом плюс-минус согласен с историей с ну там тостер такую мысль как-то выразил я вот подхватил что да перемещение по карте должно быть в основном после прохождения игры прошел игру подвинулся на 6 на 12 может быть на 15 но никак не сто сто пятьдесят и так далее то есть чтобы условно говоря дойти до этой клетки без всяких там мешаний толканий которые в любом случае будут происходить обходов дропов если игра говно а рерола у тебя нету и взять его негде дома дороге кстати был абсолютно бесполезен на опять же потому что с реролов было миллион вот прикол поглядеть стат прошлых сезонов на реролы можно посмотреть на вот было бы конечно же сложнее и ну я думаю что чтобы дойти до этой клетки надо пройти хотя бы там 40 50 игр все-таки в ретро есть золотые билетики есть игры на час есть игра на два часа есть игра на пять минут какими-то спецролами их можно выиграли тихо если повезет их найти ну я на самом деле вот по первому rgg лэнду по первому rgg ой нет не поэтому это был самый первый rgg лэнд по rgg лэнду бета получается да вот этому я избирал стратегию и да и по бете тоже если игра проходима но даже если она долгая лучше ее проходить потому что я помню этого грёбаного где это где это говно где это говно которое я дропнул да вон у меня дропов сколько посмотрите это первый rgg лэнда last action хира блюдский last action хира абсолютно да да там хэт трик хира 2 кстати мы прошли обычный хэт трик в этот раз он был простеньким вот типа когда игра была не прохладно блин финальная клетка супер рандомится финальный босс очень сложный практически непроходимый все с нуля сплит персоналитис так и не прошел отстойным комодоре грёбаном ну короче я избрал стратегию я думаю что так и должно быть то есть если игра проходима играй да если она 10 15 даже часов но лучше играть потому что реролы это это редкость это редкость это не что-то такое прям очень частым должно быть а что ты говоришь в процентном соотношении плюс-минус равны а вот спецролы спаса да спецролы тоже местами хорошие есть стимовский спецрол есть спецрол конкретно например доса есть спецролы всяких марио санников которые проходимы да ну придется иногда где-то попотеть вот и так далее ну-ка на бете сколько примерная статистика реролов было нет не бэт не бэту я хотела вот наш об это это вот с ребята где у нас был а наш назывался rgg land 2 я уже не помню я играл да вот с викой картером был статистика реролов ну семь общее количество сто восемьдесят шесть тридцать ну я не так и тогда много играл если посмотреть у река аж 73 ну всего пройдено сорок семь и он не добрался до финальной родхаус был на финальной и вроде бы оказался финалистом победителем до авторе на 33 этот на свои 33 игре да флешка 62 пробахнул но и там да очень задротили прям вот родхаус в итоге победил короче ну не знаю не знаю насчет статистики по реролам не знаю насчет статистики по реролам типа 33 23 у меня на этой 26 при 26 играх пройденных ой и скольки там до 25 не 26 это стру 29 не 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 знаю не знаю вот хаос его ночь колес ночь колес у брат хаи же тоже была такая ночь колес да каким образом века прошла четыре игры долгие игры дополнительные кубики предметы из колес всякие удвоители кубов всякие драконы и так далее и так далее че буба все равно знаешь почему я ненавижу эти мемы про кабачки этого я не видел вот тогда здесь развернулась конечно уже не борьба а дружба все друг другу помогали потому что ну к 4 человека залетели очень относительно быстро в этот замок все решили соответственно играть вместе я тоже несмотря на то что я был сторонником мешать но я в основном любил или мешать именно лидером мешать стрелять шмалять и так далее тем кто рядом со мной конечно же тоже потому что ну блин это потенциальные лидеры которые меня обгонят вот здесь мы конечно начали помогать друг другу много всякого произошло толкались калашами через клетки базуками базуками там драконами машинами времени этими воздушными змеями читерскими кубиками подсмотренными кубиками на 15 там и так далее клеток вот все друг другу конечно же машнили помощь как как могли и в итоге все дошли почти все но варан но должен был но чуть-чуть не успел чуть не успел гид с умона конечно ну поменьше играли у них в принципе и количество времени проведенного в ргг лэнде было не таким большим да опять же гид у гито там другие дела были он не знаю не там по-моему сколько прокручено колеса 36 от стрима часов 90 у нее прям самое маленькое количество часов хотя и у коти 90 часов ну хоть там гига перемещение у нее вообще по-моему практически у единственной за весь ивент падала не несколько телепортов по-моему мало телепортов было а ей падал аж 2 или 3 наверное не помню чё такое вот поэтому такие дела ну гид мана вообще тоже 84 часа всего лишь он за это время на стриме он не супер много ну кайфовый ивент наш нас человек получился я считаю что наш человек на ивенте вполне интересная солидная цифра у нас самое клёво несмотря на дисбалансность ивента несмотря на дисбалансность ивента большинство игроков одновременно двигались вот по такой вот траектории вместе то есть если бы если посмотреть на карту в один момент времени здесь в какой-то момент было там 9 игроков до трое там четверо тут двое там трое здесь в итоге здесь 9 10 игроков двигаемся дальше прошел день скалолаза смотрим на вот этот кусок карты здесь одновременно стоит там шесть игроков и вот здесь еще пять то есть в целом плюс минус все двигались практически параллельно друг другу потихоньку проходя кроме тех кто вырвался в лидеры до достаточно быстро там какими-то очками супер или еще какими-то имбовыми предметами вот и это круто я надеюсь что в следующих ргг когда пофиксится имбовые там вот эти скалолазы имбовые там гига двойные ходы при помощи воздушных змеев все будут ходить примерно вместе у всех будет шанс на ролить какую-нибудь рогаточку из инвентаря и толкнуть кого-нибудь в крабовый остров там и так далее и так далее борьба будет еще более такая сплоченная скажем так в более группе групп ну сгруппировано все игроки будут надеюсь надеюсь до котя под абсолютный рекордсмен здесь она нам она походила здесь на 150 очков покрутилась вокруг замка и в итоге все-таки в него попал там чё прям чё-то вообще жёстко всякие змеи сапоги скороходы да и так далее и так далее торговля как я уже сказал тоже но была недоработана и данной ситуации нюк уже будет перерабатывать как увидим что еще battle pass слишком много оружий ну и в принципе там у них тоже уже есть планы как переработать battle pass плюс минус дейлики офигенные дейлики очень понравились дейлики были классные особенно головоломки которые хер пройдешь что такое как у расу правила просты как говорится закрываем и забываем первое первое одно место первое место забрала мисс джуди все остальные как бы на втором которые сидят в этой клетке мемчиков много в рггшной телеге все очень весело очень балдежно было прям реально супер круто получилось ивент ивент получился на ура хоть прошу хоть и чуть быстрее закончился на 3 насколько на неделю неделю раньше вот дэм было круто давайте по играм нашим пройдемся что у нас было в играх я совсем забыл это сделать да ну в финале думаю еще сейчас поиграем до этого мы проходили braindead 13 эта игруха по типу dragon layer of от тех же разработчиков прикольная была достаточно легкая потому что бесконечные конты начинаешь всегда с сейвов где остановился просто клика пять кнопочек смотри небольшой мультик про кто-то странного упортова чел программист который постоянно умирает он при этом сражается с каким франкенштейном или доктором зло в этом замке пирамида надолго запомниться это хорошо пирамида была классная escape from hell рерольные игры конечно это я уже так типа духов можно было пройти escape from hell ну было рпгшка сложно но прикольно прикольно игры выпадают именно вот ретро игр было у меня вот в начале и середине ивента мало а потом прям какие как какие-то пошли всякие вот досы ндс и и какой-то да там ps2 на ps2 уже тоже такой не прям супер ретро этом мышка играл вот чё чё там да дальше бренда хорошая игру хобб мистер бин супер скучно но хотя бы проходимая до этого тоже реролили чтобы что-то более менее интересное получить а тут стратежка тоже по-моему стратежка или не помню почему мы ее рерольнули баттлшип стратежка амиго про деньги играть а морской бой был в него бы играть было скучно типа смотрите вот вот баттлшип например да если бы это был не этот ргг лэнд а предыдущий например где у меня не был бы весь инвентарь роллов плюс магазин с вараном и так далее я бы его скорее всего проходил и не дошел бы до мистера бина дулхов я бы прошел там одну миссию пройти гигантский лабиринт но прошел бы rampage не помню тоже забыл что это но а это а вот это бы я прошел может быть на дойсе вообще чтобы не тратить драгоценные рероллы это игруху которую жем тоже проходила с теми монстрами которые ломают высотки блат бол блин выпал я бы ну один турнир я бы затощил но может часов за 10 плюс вспомню все механики конечно на ндс лучше бы стиме поиграть но на такие вот дела стрит со фрэйдж балдежный выпал в этом хпг-шном типа роли да как он там game gauntlet называет полностью рандомный и стимовских здесь конечно два каких-то говна на по а ну я бы скорее всего вот это не реролил просто это визуальная новелла на 7 часов но чат не хотел ее смотреть я не очень хотел ее смотреть и мы пошли дальше и на роли стрит соф рейдж блич новее конечно просто два блича подряд шаман кинг до этого был этот драймон полностью на японском как-то гандам тоже типа как стратегия вот это блич новее было очень смешной то что там можно было закликать игру просто конспираси абсолютно по сосны и шутан на ps2 всего лишь шестью миссиями зато быстрый зато быстрый да не знаешь чем я занимаюсь пока смотрел горой лент я тетрис написал нифига себе хорош как чо у тебя особо какой-нибудь тетрис с какими прикольными геймплейными фишками или просто взял написал тетрис playhouse trip poker ну тут и тут без комментариев кто видел тут видел фифи and the flower tots по моему офигенно игру как же это было смешно как же эти головоломки не головоломки эти математические задачки которые надо успеть решить за грёбаную секунду иначе ты не успеешь набрать нужное количество очков нужна была быстрая мышка чтобы все это сделать empire of the gods который я не прошел но при этом прошел у нас в чате марс и сказал что в итоге она довольно простая но я я из-за чего ее дропнул но не дропнул рероль ну уж дропов не было из-за того что я не знал что в конце финалы мы не нашли лонгплеев финал игры мог сильно возвысить планку и из-за этого надо было бы в на начальных уровнях еще лучше выстроить свои ходы чтобы поформить вот эту репутацию вот это вот чтобы потом ее тратить чтобы ты уже пришел сильным а у меня не очень это получалось уже в третьих миссиях я такой подумал рационально лучше рероль ну чтобы найти игру попроще чем дрочится с вот этим говном чтобы дрочится вот этой штукой вот а так игрух тоже довольно играбельная причем так забавно оказалось как будто карточный рогалик только это была карточная рпгшка супер забаганный том энджери где твой оппонент летают в одной точке крутится но хорошо прикольно было смурфиков я бы прошел я в них играл часа четыре перед тем как нам выпал здесь безумный предмет безумное колесо кара небесные которые используют все предметы и мы потеряли этих смурфиков да пришлось реролить дальше но было забавно диснеевский дональда going quaker стоит совсем простенькая конечно же такая себе пародия на такая себе пародия на краша бандикута здесь мы довольно долго проходили assassin's creed и тут что-то куча всего было разрывные пунктиры сладости лига а здесь кучу все было это потому что был как раз таки день этого это был день скалолаза а значит один скалолаза мы получается начали на сто восемьдесят четвертой нет дождик 184 в какой-то момент мы мы вообще день скалолаза начали на букве а а вот здесь же рекурсия офигенная была мы покрутили здесь 30 клеток между вот этой клеткой и вот этой ровно десятка в какой-то момент там с новой по моему проходил игры и я был ровно на десяти очках и сидел ночью крутился вот так крутился но крутился из-за того что и дмит в этот момент должен был уже встать передо мной то есть ивент был немножко недоработан кто толкает кто вот это вот все и тогда я должен был получать уже не 10 очков а 12 и должен был уже выбраться сюда потом куда-то сюда пойти и так далее и так далее вот но забавно было да конечно этом assassin's creed и последний час я как раз сидел уже досиживал этот ивент потом понял что никто уже стримить его не будет и уже вечером да прошел сам грунтом бэкпаки поиграли лидеры не подрубались там еще этот ужасный в этот же день теракт в крокусе был просто ну за день до этого в субботу этому да многие там вообще отменили свои стримы из кто стримит развлекательные программы на ужасные вещи конечно вот assassin's creed ну вот здесь у нас конечно было не ретро я бы сказал assassin's creed brotherhood у офигенный ален синдром на амиги вообще кайфовая игруха была прикольный этот что мапс связан сверху на гольф она тут мы довольно долго тоже 4 ролики так вот фигню и вот еще не ретро overworld и вот еще не ретро где там у меня были они выжить к дальше много ретро пошло donkey kong из машины вормсы которые оказались сложнее чем я думал которых мне нюк говорил ты точно хочешь решать вормсовые головоломки марбл мы одна с которыми тоже нюк выбрал хотел это поднасрать сложной игрой на мою тогда быстро прошли и disney тоже самое хотели нам сложную игру подсунуть и мы тоже нормально прошли хорошая игру ли диснеевских прям нормальные падали чест мастер мы прошли каким-то чудом игру против компа в шахматы я не знаю вообще как мы это сделали почти своими силами там чат в какой-то момент начал сильно подсказывать но в начале первые ходы я делал сам ай спай челленджер вот хороший пример долгой но проходимой игрухи сидели в ней часов часа четыре наверное может пять но сидели кликали на эти клеточки вместе вместе с чатом искали всякие там буквы этих пауков клёво было клёво очень хорошие игры мне кажется на ивенте не попались прямо еще вот еще небольшой не ретро в виде амнезии сквад 8 лари и краб геймском компетишен до агент лари весь и доктор лиза конечно полная кринжатина была от этого от какого чела так супер странная игра но зато хотя бы тоже проходимо в краб геймс чем мы прошли я не помню а вспомнил это текстовая игра где уровни повторяются потому что там ты выбираешь ты играешь судьей и судишь хреновые игры боже мой какой кринж хат-трик взятый подаренный джуди при помощи свиньи был норм тинтин буквально третьей же игрой был тинтин третий это офигеть тостер дрова ты чё уже закончил не пошел весь день в бэкпаках залипать буквально третьей игрой у нас уже был тинтин и мы до прошли наконец-то дембельский поезд тостер по-любому добьет дембельский у него в легкие игры остались как раз тинтин и чекан на следующем ивенте ждем ждем а ну и вот еще одно не ретро игра 2020 года в стиме у меня аж четыре игры таких свежих был из 20 и из 24 получается 20 20 ретро игр 20 нет неплохо и диснея с диснея с которым начали этот странный с 9 уровнями по 3 1 плюс-минус одинаковых рг закончился я осознал что просто супер уставший просто физически понимаю тебя я относительно отдохнул когда это ну от ргг во время ханка и вот ханкой вышел и целый день от него успел отдохнуть чуть-чуть плюс в момент когда бэкпаки были ну когда день скала забыл тоже так успевал успевал легенда твум он не отдали в ум он успевал в принципе пройти когда успевал немножко отдохнуть за это время вот но тогда . надо будет на выход у меня еще воскресенье выходной мы с ребятами в на столке будем играть на столке после на столке вот так что да тоже есть выходные вот ну что пойдем посмотрим дум думчанский дум думчанский думчик тут 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 у я как играть в doom тнт и вилюшин и вилюша и илюша да он реально тоже доз бокс запустил чеки онлайн параметры за свершено в doom has been modified like to get a copy of the game окей звуки так блин у меня здесь все сломалось в этой категории надо будет все это настроена минуточку давайте я просто добавлю сюда даст так вот сейчас увидите это выглядит там у меня две странички доз и ни одна из них и одна из них не является игрой короче группах попробовать захватить уже не хочет здесь рабочий стол на страницу центр раз растянуть рабочий стол надо как-то так даже не знаю вот так попробуем блин почти сейчас сделаю чуть-чуть поменьше наверное вот так вот должно сработать да и тентер я сказал еще чуть-чуть нужно короче я запустил его все-таки и steam а не у вчера говорю что там бывает бага которая сложность чуть-чуть мешая меняет обратно типа 1 более простую но решил запустить потому что да типа пофиг все это подвину сейчас ну типа мы уже и так не 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 как это не выиграем уже не обязаны играть просто по правилам этого этой сложности поэтому мы как я конечно могу сейвы он говорил сейв в начале уровня сейв один любую сейв в середине любого любого уровня и по одному сейву когда подобрал карту если можешь что-то такое вот так что можно можно попробовать по таким правилам принципа бегать так человек по опциям вверх игра охренительно громкая скринсайз блин ну тут могу сенситивить и не знаю насколько мне нужен будет high graphics месседжи саун воли громко с нами поднастроим и попробуем новая игра на найт мэри на найт мэр уверен что ты хочешь играть на этом скилл его ли он вообще не честный уверен ну типа уверен так прыгать вроде нельзя да мышка работает замечательно аптечечка это не аптечечка это берсерк ага берсерк не дает неуязвимости значит это было не очень хорошим решением брать берсерка вообще в принципе наверное и лучше было наверно челов расстреливать хотя хрен его знает сразу свиньи с первого же уровня жестко ну и тут расстреляли вот вам и найт мэр сразу же здесь выйти можно что-нибудь сделать не кажется надо все равно расстреливать челов насколько я слышал от у брика от брика вроде как здесь патронов чуть больше падает так что в целом настреливать пистолета выгоднее чем милишный берсерк если я правильно понял сложность такая что здесь появляются враги если ты долго типа стоишь на одном месте оп зажат мертв рип сенсу поменьше да не мне вроде нормально с такой сенсой придется же резко поворачиваться они рисаются а то есть они не просто появляются новые а рисаются старые забавно слышно первые уровни в теории можно просто пробегать но по-хорошему конечно же найти какие-нибудь секреты еще можно тебя просто избить берсерками примерно ну чё-то ужасная идея конечно арморство еще не реснулся никто да прикольно надо спидранить конечно надо в любом случае я сейчас просто смотрю изучаю а так здесь да здесь надо пробегать смотреть где какие предметы лежат тут какая-то кнопка а чё он делает вторая кнопка открывает проход секретной синей брони и парочки хилок ну в теории это есть смысл зачи и зачищать начало здесь все же лучше отстрелить как будто бы потом сделать а это еще и фул хилка прикольно кстати значит типа есть смысл начало пройти а потом делать вот так вот или нет потому что в милис драться здесь абсолютный кринж против чуваков с дробовиками как бы он убил этого моба спасибо спасибо я щас здесь похилюсь ну и чё мне 200 брони когда у меня 22 хп зачем они мне не что слушать а в доме же есть ускорение я вообще об этом забыл и слушай как сзади уже что-то резать так ну давайте попробуем немножко дальше пройти убью здесь пару мобов не хотел этот урон получать эту хилку вернее брать в принципе здесь вообще как будто берсерка можно взять разве что против вот этой свиньи после того как здесь мелких убьешь возможно это в этом есть кое смысл на обычные чуваки самые стремные конечно потому что они это нельзя подстрелить этого чего здесь немножко подстанивает кстати мобов блин жестью меха пояснил прошу так забавно вначале с одного пистолета охренеть свиньи быстрый жесть здесь два патрона здрасте вовремя даже есть еще и свиньи снова ваншот на демонов конечно лучше в берсерке не идти в берсерке нельзя а можно переключиться то есть да с них падают патроны значит пистолетные пачки тени заканчиваются отстань ты от меня демон короче этих нет смысла никакого убивать судя по всему а да не убьешь не пройдешь да сзади уже застреляли жестко жестко а где музыка думовская культовая а я возможно не слишком тихо и сделаешь я попробую погромче сделать да даже начало не такое простенькое с этими воскрешениями неприятное привет на пробежать тут тоже не так просто от свиней этих фаерболов усиленных ай все exit смысле смысле не так просто а синий ключ нужен не по ней не все не exit нифига но близко прошу помрете то и и за счет открылась да судя по тому что здесь чел с пулеметом сзади вон открылся синий ключ то есть чуток тихо музыка челы с этим с пулеметом скорее всего надо убить потому что с него дадут этот патронов для пистолета и пулемета здесь падает дофига вряд ли хорошая мысль от него отбегать как открыть эту дверь секретную он сам открывается все потому что стример отказался в кайза марио играть и отказался бы это еще сотни тысяч раз Empire Ту ру 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 Ту ру ру ру. смысл так делать как будто да зря переключился на пистолет реальных всех здесь ваншотнуть практически блин демоны в мили прям сильные отказался ну я ничего не отказывался он мне просто не выпал он мне как бы и не падал фастим все троллит что игра нормальная и проходимая неудобно сразу начинают сзади появляться да да блин какие же они жесткие все-таки в этом плане байтить делать тычку убегать делать тычку убегать будто бы хороший план линчо умри уже шишки не умираешь то момент открывается дверь по совсем нет не знаю как чего с пулеметом убивать особенно когда те в дворе в лицо 2 фэрбола прилетает да балдежная дрочная сложность дрочная думаю сейчас пулемет если заберем с чела станет попроще чуть-чуть потому что пистолет ну совсем слабенький плачет что один играет такую замечательную игру есть не расстраивайся так сильно эту игру еще поиграли спидрайнеры так что все хорошо да отстань ты от меня дай пройду дальше-то и заберу свою супер хил код могу их вот так вот бить через стену так как же вы помер помирать то не хотите под берсерком но один удар же должен быть не так там хил к уже забраны кстати вообще секреты ни одного не нашел как же они не хотят дохнуть то сколько у меня патронов 50 так и буду здесь бесконечно стоять по ходу здесь кстати сайвануться надо было я совсем забываю про сейвы потому что уровень коротенький ну да бесконечно буду стоять и помру а там пулемет да здесь же нигде нет дробовика а то вдруг здесь секретка какая-то крутая может быть этот режим вообще надо на берсерке успеть пробежать ну как будто бы не очень хватало времени если честно они видимые не ваншотаются ни хрена хотя лифт долгий конечно отвратительный ну вот и что я здесь допустим я здесь сейвлюсь midgame сейв да что я дальше делаю умираю очевидно 17 хп надо на 60-100 добегать дальше рестарт я точно слева ничего не пропустил странный дум в том плане что я еще не нашел ни одной секретки еще доступны заказы игр теперь только руки доступны всегда три часа семь с половиной тысяч рублей всегда доступны может быть то очень этого чувака надо берса оставлять тебя че хочу еще разок налево сходить посмотреть там точно тебе очень хорошую игрушку ты знаешь какой стим если ты реально хочешь заказать как кайда марио пожалуйста может тут все-таки лежит хоть дробовик который я не увидел не кай кайзен марио или как там его правильно все же нельзя попасть я еще все секреты я не понял ходу нету секретов в первом уровне да забавно вроде бы всего лишь первый уровень а у меня честно нету идей как сейчас проходить вот этого чела с пулеметом вот прям ваще не от идей и это жестко да ладно тебе же умереть должен был там реально нельзя ходить до тех пор пока ты не убьешь чего этих демонов сверху получилось космо одиссея про то есть сколько дает страта купить рыбу на 400 плюс в этом магазине прокликать всю мусорку вывески компон дает 800 потому что еще остается вафли 400 процент на свечку центре мини игру вытаешь легко кайфово в общем самый лучший забег был не на берсерке как кто бы сомневался ну и в принципе надо эту аптечку оставить на будущее еще броня как будто так мало дает вообще именно на обычном пистолете то есть допустим я неплохо прошел этот момент я же могу риса ревануть медгейм сэйв да иди в жопу жесть только что фул был а а под рожки вас отстань дай пройду с этим еще проблем пока их убиваешь во первых тебя уже резается сверху чего начинает настреливать нет здесь надо взять карту и сэйвануться и каким-то образом выжить то есть никаким старик броневик приветствую я в медгейм медгейм груза ну а чувак с пулеметом все враги риснулись абсолютно все враги риснулись и по-хорошему его реально надо убить потому что если его если он а его убивают демоны нифига себе вот с него пулемет падает зато теперь это точно знаю кайф потому что если его не убить соответственно с него не получаешь пулемет халявный тут все ясно вот конечно хилку бы оставить все-таки с берсерком лучше в начале с пистолетов все проходить зачем я да нет если тут мансить то ты забираешь берс это плохо с не надо забирать берс кстати в теории если убить мобов в другой локи а еще если труп свиньи здесь оставить она больше не будет мешаться если убить врагов вот в той локации это же получается что на них будет рессалка тратится врагов я понимаю что они а до свин спа а значит моб спавнится ровно в том месте в котором он был убит ну это жестко ой вернее в котором он должен быть и так они в котором он убит это конечно мда это конечно мда нет мы повсюду да труп телепортируется на точку старта это жесть до механики конечно возможно поэтому в этой локи реально есть смысл убить вот тех мобов которые за дверью стоят уж тогда какое-то время будут они резаться с них еще и по трошке можно полутать здесь дверь закроется нет а это такая дверь которая не закрывается и лучше и вообще не открывается м пошаговый дом получается я бы мог попробовать за спидранить получше но я очень хочу пулемет с моба это очень важно получить пулемет с этого челика нужно еще попробовать сразу ворваться сюда вот так вот сделать вот так вот сделать вот так вот сделать вот так вот и на 2 на 6 хп я конечно же не не доберусь здесь до супер хилки как будто бы страдка эти сейфовые не получать урон все еще лучше так как же ты зажимаешь то жесть не получать урон я ты чуть он он чё съел этого демона серьезно свин ленка дженни не дают сушить а что если успеть на берсерке вот этот вот кусок пробежать теперь убить чела с пулеметом у них там еще и аптечки о боли блин это было хорошо дрик он брал берсерк раскилла всех сначала мне кажется сначала нет смысла вот вот чуть-чуть попозже когда ты например уже вот кнопку нажал можно успеть вот вот это вот по ходу хорошим ну потому что сюда без берс обижать тяжко секса действует до конца уровня не только когда экран красный в смысле какая-то бага не должен да иди в жопу так задумано там у чуваков углу еще хилки удобненькие вот эти вот лежат поэтому сейчас добежать убить их сразу убить их сразу конечно короче я баба и чумоба отхожу возвращаюсь забираю берсерка херач и оставляю 5-7 50 процентов давай она синяя карта здесь можно даже за хилками сходить когда пулемет появился здрасте кстати есть дробашный уровень да блин смысле я же все стены обошел прокликал никто не подсказал про дроба жизнь с пулеметом будет конечно гораздо проще в этом плане звонит что здесь можно мертвый сейф сделать по сути в принципе на первом уровне пока мы его только начали есть смысл еще может патроны пособирать патроны хилки вот это кстати патроны для дробаша но саму дробаша то я нигде не видел а и все патронов нету есть пособирал подожди к эта дверь куда ведет где дроба что факты может быть где-то секреты были на улице вон да ну ты тварь конечно ну ты конечно стоп уровень уровень еще нихрена не заканчивается хороший exit получается примерно 4 выстрела на демона а вот и дробашину теперь понятно где блин там еще пулеметчики типа расстреливают видимо надо было дождаться пока они друг друга поубивают не кайфовая сложность да он приятно продумывать чё куда кого я вижу что я могу выйти в exit но я чё-то хочу их убить чтобы посмотреть что-то еще есть ничего здесь нет а хорош телепорт в начало уровня хорош телепорт второй выключатель открывает секрет на улицу чая посмотрю и где типа вон там где-нибудь на улице нет тут с пулемета по двадцать до дают а о . еще секреты вот и дробовик счастливый дымгай на картинке с друговиком то насчет честно говоря лучше уже дрова штамм возьму убегусь просто че пока враги не резнулись и так все это конечно можем урон не получать счет я это плоховато это один и надо было тогда проходить второе раз 10 жестче да там хотя бы уже у у тебя пулемет есть ядра башни а до вас а как ты здесь заспавнился подожди я чуть не понял а это тот который на лифте нас ждет на ничего с дробашами конечно сколько ты их не видишь они тебя видят и как бы тоже можно стрелять здесь такая вертикальность рабочая в этом плане ну все эти забрать пушки у них можно нет можно перед выходом пофармить патроны но зачем сто процентов и там с 0 секретов блин она еще в процентах пишет не ты не можешь узнать сколько про сколько секретов ты на самом деле пропустил нихера себе уровень с самого начала просто я вижу бочечки но по ним блин хрен попадешь кей 50 патронов максимум что ли 50 из 50 слушайте нам на а тут есть какая-то мета в количестве обоймы в думе что чё-то 250 так мало ни херна тут чуваков с пулеметами к подвесили зажарили а в смысле если начинаешь заново уровень то у тебя нет не не прав ни патронов ничего не пушек но и хп фуловая интересный выбор на самом деле который в данной ситуации приходится делать между пушкой и хп шкой но кажется выбор без выбора пушки важнее из рюкзак который повышает один раз максимум все патроны в два раза и где его найти я бы от такого рюкзака не отказался в я вася два пулеметчика прям рядышком да этот дум действительно сложный я думаю я бы тоже здесь часов 20 посидел на прохождение фулл сколько брикман уже насидел за время юго лэнда вася два пулеметчика и чтобы пулеметик не тратите потратить его на собственно говоря на пулеметчиков которые жесткие красная карта сразу же тут нужно желтая около 19 а тут невидимки нихера 20-20 уровень прошел ну тогда я беру свои слова назад не за 20 часов наверно за 30 на стартовать вообще хп не теряйте потом каким-то образом пробегать сквозь вот это вот все чтобы тебя не убили чуваки оставляйте пулемет как-то как-то так должен выглядеть старт здесь тип сейвишься дальше про каким-то чудом от сейва пробегаешь мимо этих чуваков не теряя на них патроны про монстра брик уже проходил игру пусть и на более низкой вот эту а то есть он знал что здесь и где ну хотя бы частично дело что полностью узнать невозможно ну да это круто плена как же ты медленно умирал где где они вот за этой стеной прячется вылезают только берешь карту а здесь от них можно убежать вот так вот потом они все догонят и съедят проходил и не раз и с модами на сложность было очень сложно хотя и без респаун врагов конечно это главная проблема то что он заставляет тебя рашить и очень сильно экономить хп но не так сильно экономить патроны потому что в данный в обычном думе получается если у тебя враги не респаются у тебя бесконечная нет тебя банка хп тоже конечная конечно же но но хп это ресурс который частично можно потратить вот а здесь хп прям главная проблема хп бронька и так далее срань дальше мы прям 7 застрять да вот этот вот ход меня еще если бы если бы я еще знал что лучше выходить на этот уровень с дробовиком тоже такой важный момент они с пулеметом нужно что с самого начала враги будут возможно это бочку надо как раз таки он хорошо прошел можно сыгрануться как прайд меня уже съели снизу хорошо свернулся на сюда эти чуваки приперлись здесь какой-то вид нам вообще старый сейв можно перезаписывать смотря что ты имеешь ввиду под старым еще почему рядом я почему я не могу здесь двигаться то что там че вот эти двое короче мне мешают жесть они сюда конечно пришли и все и как только я пытаюсь выбежать они меня шмаляю с дробовика мгновенно на минус хп то есть их тоже надо по дороге убивать и это значит что надо играть с левел старта не получать здесь урон не стоять на одном месте здесь такой этот прикольный мгновенно на минус сразу же блин хп а где все мои патроны ха-ха-ха 9 хпшки ну и типа что это за сейф на ред цель дизайн берут смини у нас 9 процентов хп еще хилочки блин тут еще и пулеметчик мгновенно заре спался здесь вообще выходить нельзя потому что в тебя метки и чего стреляют и но с девятью опять же не к ни один секрет еще не поискал вон там что-то лежит это походу патроны хочу у них дверь еще и закрывается хоть момент что ли я же я короче тут специально сохранил бочку чтобы свиней попробовать и убить но появился чел здесь баги постоянный если еще звуки резов врагов вы станете пулеметом конечно но вы тут видишь тут бегут эти свиньи 1 и 1 уже и их либо 3 либо 1 уже риснулась еще и еще и за этот вылезает все надо приходить с большим количеством кп не терять его тут вот мальчик бы тоже не помешал какие уже 22 процента давай помри я не знаю откуда в меня стреляли сейчас садились и гони свиней а кто да почему ты же умер уже ну или должен был умереть уже меня еще откуда вот здесь шмаляю через дырки забавно этого можно с одного выстрела ну короче что я могу сказать бутере будь это реально последний день ргг я был бы вполне себе доволен этой игрой да блин да что ж ты вот это хороший рэд сейф так сюда без пулемета бессмысленно блин за мной свиньи бегут блин за мной свиньи бегут ммм снарика где-то еще секреты есть можно побегать поискать какие-нибудь джинни все метки просто жесть неужели просто просто прорашить нельзя все из-за как еще раз открыть дверь для свиней за что в ней явно что-то лежит не лежит пила и по моему аптечка или что такое но не что то что я могу взять наверное ну семнадцать хп я слышу еще каких-то свиней повсюду сам набежал слишком долго взрывалась бочечка там еще ракета кстати лежат как будто бы у тебя уже в этот момент должна быть ракета это хит-скайнер они как-то в тебя веет уже попадают да я заметил стоп еще один появился откуда здесь свиньи еще он хилка лежит на братья абсолютно некогда я вот подошел пока ее взял получил урон да ты-то здесь откуда да боже сзади зажимают с выдумываем помру он там кстати сумка наверное та которая на урон сколько прошли это второй уровень начало 14 хп раньше добегал на побольше чуть-чуть может быть как-то можно все таки отстрелить блин тогда придется ищет тебя убивать походу здесь можно плюс-минус сейфово пробежать что здесь патрошки взять блин я нажал кнопку я должен был нажать кнопку пробел любой чел с дробовиком рядом с тобой ты мертв попадают жесть может быть вот здесь вот саивануться после этого можно поставить на е да наверное есть такая возможность охренеть урона получил может быть тут еще где-то секреты есть тут поинт все риснулись уже тут бегать бессмысленно как будто бы с первого его надо со стопроцентной броней выходить да так ну ка зимсу железочка ну что что стратегия бежать надеюсь что принесет эта стратегия бы работала если бы здесь точно можно блин но хочется еще патроны по дороге забрать такой же что ж ты я не представляю чего это же получая каком порядке их надо убить конечно бочечки стоят скорее всего вот так вот есть смысл пробегать и может быть потратить здесь один сейф блин я даже не знаю типа мид гейм сейф давайте попробуем нас еще желтый ключ впереди просто смотришь на пиксель и они в тебя уже выстрелили я уже пока ты рассматриваешь пиксель и твой враг качается вот эта сумка с патроном до 400 отлично примерно сотая попытка но плюс-минус блин окажется в такой дальне 2x настреливает кстати и даже попадает ничего себе по почему я сюда подошел и там вылезла просто миллион демонов охренеть да они вылезают как только ты сюда выбираешься по ходу до так здесь ничего нету может секрет какой-нибудь застрелять с пулемета одиночным то они очень точные я заметил что уже стрелял вдаль дробовик тоже довольно точно если вдаль даже стреляет если вот так вот посмотреть он чел умер что уже да как же ты быстро еще бесит что мышка нас тоже чуть-чуть вперед толкает проблем в том что вот чел заспавнился еще в том что я в целом не знаю куда мне бежать нужно строить по-моему нету месседжес спинсайс мало сенситивити как будто вы не вижу этой настройки тебя да вот то что ты ходишь по мышкой это еще немножко мешает на самом деле да 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 Происходит, когда ты выходишь просто. Сложности, это Nightmare. Твари уже пришли. А мы еще чуваки с пушками. Что мне вообще делает этот... Этот череп. В общем, если бы мы проходили это на ивенте, я бы ждал от вас подсказок по всем секреткам, потому что... Нереально просто. Интерм anschла. Восторг. Сложности, это длинно. Другие части. Развившаяся. Подожди. Подожди. если здесь стоять чего придет так конечно по моему здесь надо первый уровень петли здесь секрет дежурный козел стоит рикман пробовал взять и потом решил да ну нафиг а то есть вот там вот наверху что ли я не представляю как туда забраться жёстко демен пассив за 64 месяц спасибо большое все уже добрались до меня до твари короче не знаю как до места пройти я слишком мало фпс слишком мало брони 41 прям вообще гига мало сколько у меня патронов еще тоже мало для пулемета вот здесь вот лежит это что это шотган шелс на вот этот пистолет вечер вы знаете что такое безумие она все вот как только ты сюда выходишь сразу открывается этот это место нет времени отстрелять этих челов ты не умер значит я получил в лицо и рип вот здесь их двое от их даже невозможно быстро убить если ты бежишь туда они успевают все фаерболы кинуть да надо первый уровень проходить не знаю 80 хп и 70 брони для этого надо начинать секретки с дробовиком очевидно до чего и урон получил чего вы что ли на изи пробежат сначала по уровню самом деле мысли мысль прикольная тренить на изи чтобы смотреть все секретки и так далее типа хилки там искать какие-нибудь а я синий лучше чем зеленый кстати даже если процент ранее один вот синюю надо брать перед концом уровня первого и каким-то образом врываться обзора что я не представляешь а то есть тут все равно надо наверх забраться в итоге чтобы забрать этот а чё почему нельзя почему не дает потому что надо нажать успеть на эту кнопку чтобы она вниз спустилась вот это жесть типа чуваки и там и здесь и ну ладно мне с таким хп здесь не пройти а значит надо начинать с нуля и смысл в этом не очень много что уж мы весело поиграли целых полтора уровня но все равно если бы это было вот прям на ивенте я был бы рад этой игре это проходимо это играбельно это интересно это до дрочь но запоминай хорошо стреляй с углов